Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале обзора на Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем привет! Мы сегодня поговорим про влоги семьи Колесниковых. И прежде чем я приступлю к обзору, я вас попрошу нажать на колокольчик, подписаться на мой канал и, конечно же, поставить лайк этому видео. Так вы будете в курсе моих обзоров, а я, может быть, когда-нибудь, конечно же, с вашей помощью приближусь к одной тысяче подписчиков. Переходим к Колесниковым. Света на улице. Она у себя во дворе гуляет, но говорит, что это она на улице. И вы знаете, я посмотрела, это все еще та самая старая Света. Это не обновленная, нет, это старая версия Светы. И, кстати говоря, мне уже очень хочется увидеть поскорее новые ролики, где Света уже после апгрейда. Кстати говоря, после апгрейда мне хочется не только Света увидеть, но и Лешу, и детей. И посмотрим, какие они были. Точнее, мы уже знаем, какие они были. И посмотрим, какими они стали. Много ли изменится. Ну, Света продолжает свое хождение по двору и говорит, вот тут какие-то цветочки вылазают. Что будет, говорит, она не знает. Не знает, что там за цветочки у них растут. Ну, как вам это вообще нравится? Не знает Света, что у них росло на этом месте в прошлом году. Какие первоцветы там были. Сажать она хотела бы, но пока еще нельзя, потому как сажение лежит в огороде. И поэтому Света говорит, вот рано, мол, еще нельзя сажать. Пошла, провела нам экскурсию по сараю. Говорит, дрова уже закончились. Топим. Панерой топим. И здесь, вот на том месте, где были дрова, будем наводить порядочек. Показала тюк сена для собаки. Говорит, вот для графа купили сено. Думаю, ну хоть что-то хорошее. Вот. Ну, а дальше. Бум. Вот это все разбирать, говорит Света. Бум. Вот так. Палочки, кружочки. Это все бум. Разбирать. Ну, а дальше мы переносимся на кухню. И видим, что Света мнет пюре. Да, говорит, молоко уже закипело. Осталось помять эту картошечку. И что она и делает. Но как-то, вы знаете, она странно мнет. Она по-прежнему как-то очень странно руку выворачивает. Она ее поднимает прям в ключице. И как-то вот с таким усилием она это все делает. И прям локоть поднимает высоко-высоко. В общем, как-то очень и очень все. Это странно. Такое ощущение, что там не картошка вареная, а какие-то камни она пытается размять. В общем, ужас какой-то, конечно, да. Но, говорит, у них есть тефтельки какие-то. Есть у них какая-то подливка. И вот, мол, пюрешка к этому делу, как гарнир. Якобы так вкуснее будет. Света не знает слова гарнир. Судя по всему. И говорит о том, что вот миксером не будет взбивать, потому, как у всех зубы есть. Все взрослые люди. И никто там не подавится, если вдруг какой-то там кусочек неразмятой картошки попадется кому в пюре. Говорит, вот так, как раньше миксером взбивали, чтобы все было однородной массой. Света так делать не будет. А я вообще не знаю и не помню, чтобы добивали эту картошку миксером-то взбивали. Я не помню такого. Единственное, что могу сказать, что всегда этим занималась Анжелика. Да, может быть, нам не показывали, как Анжелика потом еще и миксером перебивала все это дело, всю эту массу картофельную. Но, опять же, если бы Анжелика это делала, нам бы показали бы. Нам бы сказали, посмотрите, какая Анжелика умница-хозяюшка. Как она все делает по всем правилам. Вы только посмотрите, как у нее все хорошо получается. Но нет, нам этого не показывали. Значит, я могу сделать вывод, что Света просто об этом знает. Что, в принципе, так делают. И что картошка получается очень вкусной и однородной, эта пюрешечка. И просто решила блеснуть своими знаниями, как мне кажется. Ну и оправдать то, что она этого не делает, тем, что все уже взрослые будут хорошо все это жевать. Ну, просто мне интересно стало дальше, когда вдруг, после того, как нам показали, как Дарина сходила к графу и рассказала и показала, что вот он жив-здоров, и графа кормить хотят после всего этого, вдруг Света говорит, опять мы вернулись на кухню, что вот, помяла она эту картошечку и приправит ее жареным лучком. Я думаю, вот это вот очень интересно. А где молоко исчезло? Вот куда делось молоко? И вообще это все очень мне напоминало начинку для пирожков. Кстати, об этом Света и сказала. Говорит, вот сейчас поедят, сколько поедят этой картошки с луком, а потом, мол, можно будет уже и пирожки сделать. Завтра, к примеру, приготовить пирожки. Ну, действительно, чего бы и нет. И, кстати, мне кажется, все-таки это две разные порции пюре было. Потому как в прошлый раз, точнее, в первый раз, когда она говорила про то, что вот молочко у нее уже закипело, она туда добавила сливочное масло, от картошки шел пар. Да, кастрюля была такая же, но от картошки шел пар. И съемка велась с другой стороны. А сейчас, после того, как нам показали, что с графом все в порядке, съемка с другой стороны ведется. От картошки уже пар не исходит. И я так полагаю, что или это та самая картошка, которая была у них, ну, вчера, к примеру, да, или пару дней назад. И они решили просто туда добавить жареный лук и на самом деле сделать какую-то начинку для пирожка, потому как слишком много было пюре. Или, я не знаю, или какие-то вот очередные загадки семьи Колесникова. Светлана на то, что антипригарное покрытие на сковороде уже не такое хорошее, как было раньше, в общем, испортилось. Ну да, со временем оно все приходит в негодность. Особенно, если неправильно пользоваться сковородой, например, какими-то железными лопатками пользоваться, ну и так далее. В общем, конечно, там все царапается, и все приходит в негодность. То есть, очень и очень быстро. Ну, а дальше мы видим, что Света проявляет себя как заботливая мама. Подходит она к Виталине, которая все так же по-прежнему делает уроки почему-то в зале, а не у себя в комнате. И говорит нам о том, что вот Виталина сидит хорошо у окна, и добавочный свет, добавочный, как вам это нравится, добавочный свет из окна падает как раз вот на ее тетрадке и учебнике. Света снова вернулась на кухню и решила порезать мясо. Режет мясо на кусочки и говорит, что будет тушить. Но для начала она мясо тушит, жарит. Вот как это так, тушит, жарит? А потом уже добавит лук и морковку. А что будет в итоге, нам не сказали, нас не ознакомили с готовым блюдом. Для чего это надо тушить, жарить и лук и морковку добавлять? Пока непонятно. Возможно, будет просто какая-то подлива к чему-то, а возможно, что-то более серьезное. Снова вернулась к Виталине. Задали Виталине в школе сделать корону с буквами И и краткой. Ну и Света, как заботливая мама, нарисовала на цветной бумаге букву И и краткая и сказала Виталине, чтобы она это дело вырезала. Как оказалось, Виталина не совсем поняла Свету. Она вырезала весьма оригинально. Она просто разрезала букву И на три ровные полосочки. Света, когда увидела, была в шоке. Говорит, ну ты не видишь вообще, где тут, что начерчено. Тебе надо было резать прямо по моим линиям нарисованным. А ты где порезала? Короче говоря, пока бегала за телефоном, говорит, чтобы снять, что ты делаешь, ты уже тут, ну будем говорить, все испортила. Но мне понравилось, что особо сильно Виталину не ругала. Говорит, сейчас я тебе снова нарисую букву и снова, мол, будешь вырезать. Но я так полагаю, что скорее всего Света вырезала это дело. Потому как на самом деле как-то вот более-менее аккуратные буквы получились. И особенно мне понравилась буква И краткая. И, конечно, была больше и выше, чем И краткая. Они не были одного размера. Я не понимаю, почему так трудно было вырезать две буквы одного размера. Для меня вот это загадка. Эти две буквы надо было приклеить или каким-то степлером зацепить на две полосочки бумаги, которые образуют между собой круг. И это такая вот импровизированная корона будет на голове у Виталины. Видно, у них там все-таки наконец-то ближе к концу года прощание с букварем. Ну, наконец-то. Когда, в принципе, это все дело не в коррекционных классах, не в коррекционных школах, а просто в обыкновенных общей образовательных школах проходит ближе к Новому году, где-то вот середина, конец декабря, где-то вот в это время, то в этой школе, в этом классе у Виталины прощание с букварем происходит ближе к концу года. Ух! Ну, будем надеяться, что продержится Виталина в этом классе и не уйдет в школу коррекционную. Все-таки мне кажется, что есть надежда из коррекционного класса перейти в общую образовательную школу. Больше, чем перейти из коррекционной школы в общую образовательную школу. Будем на это очень надеяться. Посмотрим, как пойдет. Время покажет. Ну и выясняется, что надо еще, оказывается, и стихотворение выучить на букву И, и кратко. Вот как можно выучить стихотворение на букву И, кратко? Ладно, выучить. Пол беды. А вот как найти стихотворение? Потому как, насколько я Виталину поняла, она говорит, можно выучить два стихотворения. Она всегда говорит, в принципе, и кратко где-то рядом. Можно и одно. Да, на букву И что-нибудь найдет, да выучит. Но самое смешное то, что в школе им не дали эти стихотворения. Просто дети сами, ну или при помощи родителей, что, скорее всего, вы должны найти это стихотворение, одно или два, смотря сколько буквок у кого, и найти, выучить и рассказать. Вот это меня слегка поразило. Вот какая-то такая вот странная ситуация. Почему не дали детям конкретно ты учишь такой-то стишок, ты такой-то, а ты такой-то. Ну а дальше, как я понимаю, Света оставила Виталину искать стихотворение, учить его, а сама ушла заниматься своим любимым делом, рассадой. Помните, она говорила о том, когда второй раз она представлялась, кто она, что она. Она говорила, что ее любимое занятие это на данный момент рассада. Вот она вернулась к своему любимому занятию, к рассаде, и говорит, что надо земельку, горшки с перцем досыпать, и в помидорки тоже надо досыпать земельку. В принципе, чем она и занялась. Досыпала земельку Света и осталась с собой очень и очень довольна.